Речи с космонавтами, которые также казались людьми веселыми такими. Много спрашивали, также всем интересовались. Очень хорошо была подготовлена и прошла неделя. Вон он! Смотри, что ты на меня смотришь. Здорово! Все нормально? Сейчас мы. Аш, ну как, какое место? Первое. Ух ты! Молодец! Вор первое, хорошо. Давайте, Влада. Здравствуйте! Ну вот видите, а вы боялись. Обычные ребята из самой обычной школы. Среди них нет вундеркиндов. Да что они могут, пожимали плечами взрослые, когда три года назад в казанской школе номер 95 открылся клуб юного изобретателя. Теперь скептицизма у родителей и педагогов поубавилась. Члены клуба стали неоднократными победителями конкурса, и тут пришел изобретатель, проводимого пионерской правдой. На их счету три десятка рационализаторских предложений. И, наконец, коллективное изобретение – растворонасос, на которое школьникам выдано авторское свидетельство. Младшему из авторов всего 12 лет. Именно это изобретение и принесло ребятам победу на всесоюзном смотре в Таллине. Посмотрите, как просто и остроумно решили ребята сложную задачу. Громоздкий электродвигатель заменен двумя нетеноловыми пластинами, имеющими память, говорит старший научный сотрудник патентного отдела КАХТИ Эльмира Ахметовна Якупова. Они начинают серьезно относиться к учебе и к своему времени уже, но решают серьезно. И самое главное – относятся ко всему серьезно. Ребята – постоянные посетители патентного отдела Республиканской библиотеки имени Ленина. Руководитель клуба, инженер-механик Альберт Фасахович Забаров учит этих мальчишек и девчонок искать пути к открытию, а не ждать, когда тебе на голову упадет яблоко. Решайте техническими средствами. Вот вопрос интересный, вопрос очень интересный. Старальные машины ставить некуда. Мозговой штурм – звено этой учебы. Правильно, Регина. Под ванну-то не спрячешь, а в ванне. Значит, тогда сделаешь, как гармошка. Слово начальнику патентного отдела Казанского химико-технологического института, доценту Риму Кадыровичу Валентинову. Работа, проводимая Альбертом Фасахович Забаровым, она не только благородна в сочи среднего воспитания молодежи, детей, она полезна тем, что прививает им любовь к творчеству и умение творить. Для своего клуба ребята придумали эмблему – рычаг Архимеда, поднимающий земной шар, символ могущества человеческого разума. Юным изобретателям из 95-й школы повезло. Здесь поверили в их возможности. А как же быть другим? Ведь подобный школьный клуб пока что единственный в республике.